В настоящее время богатейшим человеком в мире является Джефф Безос. На момент записи этого выпуска на счету основателя Амазона лежит 213 миллиардов долларов. Это невероятная сумма, правда? Но по сравнению с богатейшим человеком за всю историю, Безос достаточно бедный человек, ведь у того было куда больше денег, и он даже не был бизнесменом. Кто он и как он заработал свое состояние? Скоро вы все узнаете. С вами Топ Хайп, и сегодня я расскажу вам о самом богатом человеке за всю историю. Как вы думаете, когда жил самый богатый человек в истории? Может, он был современником Джона Рокфеллера, первого долларового миллиардера в истории? Или наоборот, он жил в древние времена и сколачивал состояние, пока строилась Римская империя? На самом деле, богатейший человек всех времен жил в 14 веке нашей эры, а звали его Манса Муса. Если вы никогда не слышали об этом человеке, то в этом нет ничего удивительного. Он не так известен, как многие другие богачи разных времен, однако он мог дать фору каждому из них. Согласно официальной версии, состояние Мансы Мусы оценивалось в 400 миллиардов долларов. То есть он был богаче Безоса, Илона Маска и прочих современных миллиардеров примерно вдвое, но это лишь официальная версия. На самом деле, историки, которые изучали историю этого человека, пришли к выводу, что его подлинное состояние просто невозможно подсчитать или привести к конкретно точным цифрам. В некоторых источниках про богатейших людей мира возле Мансы Мусы даже имеется приписка «Неисчисляемое богатство», так что, возможно, его состояние было более триллиона долларов. Кем же был этот человек и на чем он так круто поднялся? Давайте разберемся. Манса Муса родился в 1280 году в семье правителей средневекового государства Мали. До 1312 года Мали правил брат Мансы, Абубакар II. В 1312 году он отрекся от престола для исследования океанских просторов. Абубакар был одержим Атлантическим океаном и всем, что было с ним связано. По имеющимся сведениям, Абубакар отправился в экспедицию с флотом из 2000 кораблей и многотысячной свитой. Они вышли в океан и не вернулись. Сразу после отречения Абубакара II правителем государства стал Манса Муса. При его правлении государство значительно выросло в размерах. Он завоевал 24 города, включая Тимбукту, который в свое время был одним из главных интеллектуальных и духовных центров в Африке. Богатство. Заняв престол, Манса Муса получил не только огромное владение, которое потом и вовсе расширил, но и невероятно ценные ресурсы. Главными были два – золото и соль. Как считают британские ученые, во время правления Мансы Мусы на империю Мали приходилось почти половина золота Старого Света. Грубо говоря, половина всех денег в мире была сосредоточена в Мали. И все это принадлежало Мусе как единоличному верховному правителю. Манса Муса имел неограниченный доступ к наиболее ценным в средневековом мире ресурсам. Крупные центры, торгующие золотом и другими товарами, располагались на его территории, и он стал богатым за счет этой торговли. Еще больше денег. Не думайте, что Манса Муса получил невероятно огромную территорию с невероятно огромным количеством ресурсов и ничего не делал до конца жизни, наслаждаясь несметным богатством. Он был очень неплохим правителем и стремился расширить сферы влияния своей страны, а также приумножить ее богатство. Фактически, свое богатство. Одним из главных пунктов в этой экспансии страны стал захват города Тимбукту, о чем я уже говорил ранее. До вмешательства Мусы Тимбукту был незначительным населенным пунктом, но после прихода Мусы его отстроили и сделали одним из главных центров торговли во всей Африке. Город начал стремительно наполняться деньгами, которые шли в карман Мансы Мусы. Через него регулярно проходили караваны верблюдов, несущих самые разные товары. В свое время Тимбукту был полон огромных зданий и дворцов, которые подтверждали его богатство, а также процветание и благополучие местных жителей. Также в городе в 1327 году была возведена Джингириберская соборная мечеть, после чего Тимбукту стал еще и важнейшим духовным и религиозным центром. Сама мечеть, в свою очередь, стала одним из известнейших и ключевых центров изучения ислама. О Мансе Мусе стали узнавать за пределами Мали. Жители многих земель добровольно присоединялись к империи Мусы из-за высокого уровня жизни, гарантированного подданным Мусы. И действительно, жители Мали жили очень хорошо и богато. Как считают некоторые историки, в Тимбукту вообще не было нуждающихся или бедных. Муса хоть и обожал богатство, но был очень щедрым. Он делал все, чтобы его люди ни в чем не нуждались. В то же время правитель был достаточно жестким. Если кто-то пытался поднять мятеж, чтобы отвоевать земли или получить богатство Мусы, тот проявлял жесткое сопротивление и подавлял восстание. На этот случай, кстати, у Мусы было отличное и многочисленное войско, благодаря которому, собственно, он и покорил так много территорий. По слухам, Муса не проиграл за время своего правления ни единой битвы. Как я уже сказал, когда Муса стал активно расширять границы государства и богатеть буквально на глазах, о нем начали узнавать многие жители Африки. Тем не менее, несмотря на удивительное правление, Муса оставался по большей части неизвестным в остальном мире и на северо-востоке континента. Мировую славу он получил в 1324 году, когда совершил хадж, паломничество в Мекку. Будучи невероятно богатым, он не мог этого не сделать максимально пафосно и красиво. В 1324 году Манса Муса выдвинулся в Мекку, проложив маршрут через Сахару и Египет. Но сделал это он не в одиночку и даже не с небольшим войском. По сведениям историков, правитель покинул Мали с караваном из 60 тысяч человек. 60 тысяч человек! Только представьте такой дикий масштаб. Фактически, Мусу сопровождал целый город, который вереницей шел за ним по всей Африке. Правитель взял с собой весь королевский двор. Чтобы продемонстрировать свое богатство, Муса распорядился нарядить каждого человека из его свиты в золотые наряды и лучший персидский шелк. Каждый верблюд нес десятки килограммов чистого золота. Правитель щедро раздавал золото беднякам, дарил его правителям крупных городов, через которые проходил караван, а также тратил на постройки. Ходили слухи, что каждую пятницу он строил на своем пути новую мечеть. Как говорят историки, невероятное путешествие в Мекку было зрелищем достойным созерцания. По пути в Мекку караван сделал остановку в Египте, где Манса Муса смог как следует продемонстрировать свое богатство. Там же Манса встретился с правителем Египта. Встреча правителей длилась несколько часов. По ее окончанию Муса приобрел могущественного союзника. Манса Муса оставила себе в Каире столь сильное впечатление, что арабский ученый Шихабуддин Аль-Умари, посетивший город спустя 12 лет после Малийского правителя, рассказывал о том, что жители города все еще вспоминали о нем с восхищением. Именно пребывание Мусы в Египте сделало его легендой при жизни. Слова о нем распространилась по Египту и арабским странам. О нем стали слагать рассказы. А сам Муса стал одним из самых известных людей сначала в Африке, а потом и во всей Европе. Возвращение В 1325 году Манса Муса вернулся в Мали после своего легендарного паломничества. В рамках похода он потратил невероятно много золота, но получил всемирную славу и почет, а также статус богатейшего человека в мире. Из Мекки правитель вернулся с несколькими исламскими учеными, среди которых были люди, считавшиеся прямыми потомками пророка Мухаммеда. Впоследствии эти ученые существенно помогли правителю в развитии его государства. Вернувшись из Мекки, Муса отбросил завоевательные походы и сосредоточился на религии и образовании. К концу его правления Мецере Санкаре в Тимбукту обладала самой большой в Африке библиотекой по числу книг и свитков. В Тимбукту стали активно приезжать люди, желавшие получить образование или позаниматься торговлей. Помимо всего прочего, паломничество правителя укрепило политико-экономические связи Мали с его восточными соседями. Манса Муса прожил удивительную жизнь. Он в буквальном смысле поместил себя и государством Али на карту, сделал свою страну важнейшим центром торговли, религии и образования, а также совершил самое легендарное и невероятное паломничество в истории. Своей щедростью и богатством он заставил говорить о себе весь мир. Манса правил страной 25 лет до самой смерти в 1337 году. Мнения о Мусе еще при жизни были полярными. Кто-то восхищался невероятной щедростью правителя, его достижениями по завоеванию регионов и образом жизни. А кто-то ненавидел Мусу за то, как он транжирил деньги. Кстати, транжирил он их так, что подрывал экономики стран и городов, по которым путешествовал. Например, когда правитель был в Египте, его трехмесячное пребывание там обвалило цену на золото во всем регионе на 10 лет, подорвав всем самым местную экономику. Так или иначе, Манса Муса считается легендой Мали. Он вписал себя в историю как один из самых необычных правителей всех времен. И, конечно же, как самый богатый человек всех времен. Последующим завоевателям удалось частично захватить Мали и разграбить страну, которая сейчас выглядит далеко не так, как при Мансе Мусе. Однако никому еще не удалось даже близко подобраться к малейскому правителю в плане несметного богатства. Ну а в комменты напишите, на что вы потратили бы 1 триллион долларов. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.